Ну, значит, так, доброе утро всем, доброе утро, good morning, hello, доброго ранку, доброго ранку, друзья, мы сейчас будем, потому что мы, это самое, вещаем с Украины, будем украинской мовой, сегодня будут уроки и торы украинской мовой. Хорошо, это была шутка, шутка с утра, значит, шалом Иринка Нитиченко, Мошека Мясорук, привет, Мошека Мясорук из Израиля нас приветствует, Яков Шатадин, так, всем шалом, Марина Шувалова, Влад Косов, так, Светлана Карачева, всем доброе утро, всем доброе утро. Итак, значит, мы продолжаем изучать великую мудрость торы, и если мы на той, в тот раз мы изучили, значит, мы изучили вот эту вот очень странную такую вот вещь, что когда твой ненавистник будет голоден, так накорми его хлебом и напои его водой, потому что это угли на его голову, и Бог тебе заплатит. То есть, ну, посмотрите, прошлый урок, это была очень интересная такая, необычная, глубокая мысль, которая, в принципе, показывает многогранность человеческой психики и многовекторность процессов, которые на нас влияют. То есть, на нас очень сильно влияют, вот, невозможно сказать, какой человек, вот, когда человек говорит, я такой, да, это одна из грани, то есть, человек настолько, он набор каких-то случайных внутренних факторов, которые часто действуют друг против друга, вообще друг против друга, и настолько, тем более, человек набор, набор случайных внешних факторов, которые вообще никак друг с другом не связаны, да, то есть, интересно, Талмуд, я сейчас вспоминаю, разбирает вопрос один, да, разбирает Талмуд вопрос, значит, ну, Бог сказал, что нужно почитать родителей, и слушаться родителей, там разбирается, что это все значит, но задается вопрос очень интересно, если папа сказал ребенку, принеси мне воды, и мама сказала ребенку, принеси мне воды, что он должен делать? Понятно, но они одновременно ему сказали принести воды, кому? Не-не, они сидят в разных комнатах, это все, эту штучу тебе оставь, они в разных комнатах, Талмуд специально задает вопрос, чтобы выяснить, конкретно создается ситуация, при которой надо понять, как действовать, вот, как здесь действовать? Маме, говорит Жора, да, потому что любит маму, почему? А, Биньомин, ты кому принесешь? Папа и мама сидят в разных комнатах и кричат одновременно, принеси воды, ты должен им принести воды, кому первому? Кто страшный? Боси папу и уважай маму, да, от этого мы не видели. Ну, значит, Яков Шат-1 знает правильный ответ, так как он учил этот Талмуд, это, это гморадки души, не, да, по-моему, там написано, папе надо принести, почему папе? Потому что и мама, и сын должны слушаться папу, на маме тоже есть заповедь, слушаться мужа. Тогда задает вопрос тот, кто там спрашивал, говорят, что это был Рабишимен Барюха, который любил задавать каверзные вопросы, он задает вопрос, говорит, а если они в разводе, тогда мама уже не должна слушаться папу, тогда они, как бы, между ними связи нет, а сын должен почитать и папу, и маму, а тогда кому? Задает вопрос вопрошающий, да? И сейчас я отсюда, я когда-то учил этот Талмуд, и отсюда я вывел свою технологию ответов на вопросы, которые сейчас преподаю очень успешно, ну, то есть, реальная технология, я прямо из этого места в гморе вывел свою технологию. Значит, когда задал он этот вопрос, ответил ему, ответил ему, я не помню, кто там отвечал, мудрец, которому он задал этот вопрос, он ответил так, если одновременно папа тебе скажет, принеси воду, и мама тебе скажет, принеси воду, одновременно, и они в разводе, тогда сядь в тазик и кукарекай. И все мудрецы следующих поколений думают, что он ему ответил, вообще, что, что значит этот ответ? Были, которые искали в нем глубокий смысл, почему именно сядь в тазик, почему именно кукарекай, а не мяукай, да? То есть, они как-то, там, может быть, есть какой-то глубокий смысл. Но я понял это по-простому. Если человек задает тебе дурацкий вопрос, цель которого не выяснить практическую какую-то вещь, которая ему важна, а цель поставить тебя в тупик, то ответом на такой вопрос является поставить в тупик его своим ответом, чтобы он не задавался больше, то есть, перейти в нападение, и все. То есть, не пытаться, там, умничать, потому что его цель загнать тебя в угол своими вопросами и придуманными, ну, какими-то этими. То есть, ты вместо этого ставишь его в угол. Взять с тех пор, когда мне задают какие-то такие глупые вопросы с целью поставить меня в тупик, я говорю, что, ну, там, прилетят инопланетяне и разрулят. И человек говорит, а при чем тут инопланетяне? Я говорю, ну, ты придумал вопрос, я придумал ответ. То есть, ты придумал ситуацию, в которой, как бы, она тупикова, а я придумал ее разрешение. Ну, как ты придумал, так и я придумал. Потому что есть вопросы, которые не, а не просто, ну, для того, чтобы поставить в тупик. Понятно, да? Хорошо. Теперь давайте пока, а мы сейчас, очень важно намерение. Вот тут очень важно, когда кто-то вам задает вопрос или вы куда-то двигаете. То есть, важно понять в любой ситуации свое намерение и намерение человека. Это самая важная штука, в которой надо научиться разбираться. То есть, что ты хочешь, главный вопрос. Да? И когда человек на тебя, например, двигает, что-то тебе говорит, коммуницирует, тебе очень важно понять его настоящее намерение. Что он хочет. И себя тоже всегда задавать этот вопрос. Что я хочу? Какая моя цель? То есть, если я хочу радоваться, я буду искать, как радоваться. Хочу огорчаться, буду искать, как огорчаться. Хочу денег заработать, буду деньги зарабатывать. Ну, и так далее. То есть, очень важно быть конкретно осознанным в своем намерении. И намерение не менять. Потому что, чем чаще ты меняешь намерение, тем меньше вероятности, что оно реализуется. Намерение это, понимаешь, как... То есть, если ты все время туда бежишь, туда бежишь, туда бежишь, туда бежишь. Где ты? Нигде. То есть, ты там же, где был. Если ты намерение одно, бежать туда, а потом по ходу ты, например, остановился, но ты не бежишь в другую сторону, ты приостановился, ты чуть-чуть тормознул, ты попробовал чуть-чуть, но намерение не надо менять, если глобально по жизни. То есть должно быть жесткое намерение и мягкие способы его реализации. Это как бы было отступление, вступление и переходим к 25 глава и мы сегодня 23 отрывок. 23 отрывок звучит так. Ветер северный создает дождь. Ветер северный создает дождь. Упаним незамим лошон сатер. И лицо незамим это речь клеветника вообще, причем нет этого слова речи. Упаним незамим лошон сатер, хмурые лица. Значит, это неправильный перевод. Правильный перевод такой. Северный ветер создает дождь. И лицо хмурое, незамим это такое хмурое, это язык скрытый. Язык скрытый. Лошон сатер это язык скрытый. Значит, как объясняют. В предыдущих нескольких отрывках нам говорилось про лошонара. Лошонара это злоязычие, которое, злоязычие, там было написано, оно убивает троих. Того, кто говорит, того, кто слушает и того, о ком говорят. Теперь, значит, здесь объясняют Малдым, что этот отрывок относится к продолжению истории про злоязычие. Когда люди говорят друг про друга гадости. Значит, он говорит так, смотрите, говорит. Вот как, представьте, какая мудрость. Три тысячи лет назад, что такое северный ветер создает дождь? Имеется в виду следующее. Когда поднимается вода, испаряется с земли, вода испаряется с земли, то она поднимается наверх в виде облаков. Теперь, а когда выпадает дождь? Когда начинает дуть северный ветер и охлаждает эту воду, и она становится тяжелой, перестает вверх подниматься, она охлаждается и начинает падать на землю в виде дождя. То есть, то, что мы можем не чувствовать северный ветер, он может там наверху дуть. Но то, что идет дождь, что показывает? Что это северный ветер. То есть, северный ветер создает дождь. По следствию мы видим причину. Теперь дальше. Хмурое лицо, оно что нам показывает? Что нам показывает хмурое лицо? Показывает скрытый какой-то язык. Значит, объясняют малым, что это имеется в виду, что когда про человека говорят гадости, то он даже, если он их не слышит, то он их может чувствовать. То есть, он может чувствовать, что про него говорят плохо. Это первое объяснение. Второе объяснение, что у человека, а вот он иногда даже сам не осознает, что у него внутри происходит, какой внутренний диалог. То есть, у человека внутри может быть, там что-то у него внутри, вот он ищет ответ на какой-то вопрос. Или он не может принять решение. Или у него внутри есть претензия на себя, на людей и так далее. То есть, его лицо выражает то, что у него скрытый язык. То есть, по внешнему проявлению чувств человека другого и своему, можно понять, что происходит внутри. Эмоции, это как сигнальная система такая. И хмурое лицо, что показывает? Что у человека что-то внутри, его внутренний диалог, внутренний разговор, что-то он себе такого наговорил, что ему плохо. Понятно, да? Понятно. Дождь показывает, что идет наверху северный ветер, хмурое лицо показывает, что внутри скрытый диалог, который что-то не так выстроен. И человек даже, который сам на себя хочет посмотреть, вот ему, например, как-то нехорошо, он должен себе задать вопрос, о чем мне нехорошо. И выписать даже на листик, чтобы этот язык, который у него внутри идет, чтобы он стал для него открытым. И тогда, ну, одному это сделать достаточно тяжело, например, там, психологи, или там, коучи, или всякие эти, он говорит, ну, вот, там, ты думаешь, что это так, а оно так, а может, оно не так. То есть, ну, как бы, в этом можно разобраться. Вот это вся, то есть, мышление, эмоции человека, это проявление его внутреннего диалога с собой, его мыслей. И если ты себе сидишь, начинаешь думать, вот там, типа, мы все умрем, там, семь с половиной миллиардов людей умрет через 70 лет, понятно, что у тебя лицо будет хмурое? А если ты думаешь, что, а вот семь с половиной родились, тоже хорошо. То есть, понятно. Дальше, 24-й отрывок. Значит, дальше он опять приводит этот отрывок, но здесь он почему приведен? Значит, он до этого уже был, это взаимоотношения, семейные взаимоотношения. Очень важная причина, которая влияет на эмоциональное состояние человека. То есть, обычный человек, он внутри себя закрыт, и он внутри гоняет себе свою какую-то жизненную там историю. Но человек, он создан существом социальным. То есть, человеку необходимо быть с тем-то зацепленным, с тем-то делиться своими радостями, огорчениями, опасениями, эмоциями. То есть, он не может все время это варить себе. Ему нужно обязательно с тем-то делиться. Теперь, ну, обычно люди, когда женятся, они думают, что вот, будем вместе делиться. Вместе, как, знаете, когда, ну, вот эта формулировка в ЗАГСе, там, когда люди женятся, что в горестях, в радостях, там, будем вместе. Знаешь, как одна девушка говорит одному, женись, говорит, мы будем вместе и в горестях, и в радостях, и в проблемах. Он говорит, так у меня нет ни горестей, ну, ни проблем нет, и все. Она говорит, женись будут. Ну, в чем этот самый, в чем прикол здесь? Что человеку обязательно, обязательно нужен кто-то, с кем делиться эмоциями. Теперь нам говорит царь Соломон, мудрейший из людей. Он нам приводит некую раскладку. Лучше сидеть на краешке крыши, чем жена скандальная, сварливая, в доме друзей. То есть, что имеется в виду? Давайте разберемся. Очень сложное такое предложение. Значит, лучше сидеть на крае крыши, чем жена, которая, которая, как она называется, сварливая, да, как переводят? Значит, лучше жить на углу кровли переводят, нежели со сварливой женой в одном доме с друзьями. Значит, имеется в виду, что если попалась тебе жена сварливая, это страшно. Это реально страшно. То есть, это тебе, вместо того, чтобы получать эмоциональную радость и счастье от жизни, тебя все время пилят. То есть, тебя, как бы, пилят, мучают и так далее. Но говорит Раше, первое, когда в Торе, когда в Торе говорится о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, когда Бог создавал первому человеку жену, он сказал, плохо человеку быть одному. Это прям прямым текстом написано. Плохо человеку жить одному, и я тебе создаю сейчас помощника против тебя. Что значит помощника против тебя? Объясняют Раше прямо на месте там, что если человек удостоился перед Богом, то жена ему становится помощником. Если не удостоился против него, она начинает его здесь, так как она с ним в такой зацепке эмоциональной, физической и так далее, то она начинает его, как спарринг-партнер у боксера, она начинает его постоянно тренировать. И она его пилит. Но почему она его пилит? Она ему не дает расслабиться, и не дает она ему проявлять свои худшие качества. Потому что, в принципе, по большому счету, нет же полностью таких совершенных людей. И кто тебе скажет, что ты что-то не то делаешь? Кто тебе скажет, что там вещи надо, докласс на место? Кто тебе скажет, что ты там... Ну и так далее. То есть, жена, она на то и нужна, чтобы она тебе открывала глаза на твое несовершенство. Все. Теперь, если ты удостоился перед Богом, ты понимаешь, да, я несовершенен, и ты начинаешь с собой работать, и ты как бы радуешься, что у тебя есть кто-то, кто тебе постоянно подсказывает и показывает на твое несовершенство. Если ты перед Богом не удостоился, то ты говоришь, слушай, я в жизни в это ищу удовольствия, а ты мне доставляешь страдания. И человек расходится с женой или с мужем, которые доставляют ему страдания. А для чего? Для того, чтобы получить от жизни больше удовольствия. Получает он больше удовольствия? Не всегда. Иногда да, иногда нет. Но, в принципе, в жизни головняк есть у всех всегда, был, есть и будет. Потом старость, потом смерть. Это в лучшем случае, да? Теперь, значит... Поэтому в этой жизни головняк будет всегда и у всех. Поэтому человек не должен искать в этой жизни удовольствие, а он должен искать правильный головняк. Он должен искать правильные страдания и выбирать как бы жизнь, это вообще вся эта жизнь, по которой мы идем, это все время как бы из двух зол выбираем меньше. То есть всегда есть в любой ситуации человек выбирает не из только хорошего и очень хорошего, да, а всегда из головняк, то есть ты не можешь без него жить. Только единственное, ты должен выбрать себе. Теперь в 24-й отрывок нам советует царь Соломон следующее. Лучше сидеть на краешке крыши, то есть довольствоваться очень скромными жилищными условиями, чем со сварливой женой жить в доме у друзей. То есть ты как бы в обществе, но если у тебя сварливая жена, она же не только тебя пилит. То есть есть такие сварливые жены, которые пилят всех, которые пилят, я вспоминаю, я мельком когда-то видел по видео какое-то, ну такое есть смешное видео в интернете, и там такая картинка, как жена привела мужа на встречу с его другом. И она ему слова не дает сказать, вообще не дает слова сказать, она все за него говорит, заказывает с другом, и друг ему говорит, слушай, и это ты, говорит, ну вот эта счастливая семейная жизнь, в общем, друг потом уходит, а этот сидит и такой начинает, а-а-а, начинает так орать. Она ему говорит, что ты так зеваешь, раньше только дома зевал, а сейчас уже и в общественных местах, а он орет прям уже не может. То есть есть женщины такие, которые пилят своих мужей, они их от всего огораживают, у них поэтому нету, да, вот этого расти и пельмени, у них от этого нету этих самых друзей, потом нету ничего. Так говорит царь Соломон, ну что делать? Така у тебя жизнь, то есть твой головняк это сварливая жена, зато у тебя будет рай сразу на небе, то есть ты ад получил на земле, а рай у тебя будет на небе. Все, то есть ты отлично тоже оделался. Избавился от жены, убрал источник постоянного дискомфорта, но и что дальше? А дальше у тебя появляется вопрос, что делать дальше? И ты получаешь другие источники постоянного дискомфорта, от бытовых до венерических. Хорошо, двигаемся дальше, двигаемся дальше. Двадцать пятый отрывок. Маем карим, аль нефеш, аль нефеш айфа. Холодная вода на уставшую душу. Ушмуа тува, мерет смирхак. И слух, сообщение хорошее из далекой земли. Значит, у человека, дальше он говорит следующую вещь, что вот у человека есть физическое тело, и физическое тело, оно требует, тоже требует своего там питания, удовольствия. То есть есть условия необходимые, а есть условия уже, ну, как сказать, удовольствия, да, больше, чем необходимое. Теперь, значит, когда человек, когда человек, вот у него есть тело, да, он начинает тело свое очень нежить и жалеть. И вот он его нежит, жалеет, кормит его там тортами с кремом, закутывает пуховыми одеялами, моется только горячей водой, значит, и он через какое-то время становится изнеженный такой, да. И он из-за того, что он загнал уровень достаточности на очень такую изнеженную высоту, то его вся система начинает ломаться. Это первый вариант. И он начинает быстро уставать. Второй вариант. Человек говорит, так, секундочку, это тело, это такой скафандр у меня есть, биоробот такой, да. Этот биоробот, если его обливать холодной водой, если его выгонять на зарядку, наклонять его там вправо-влево, взад-вперед, да. Если кормить его три раза в день, заливая туда чистую водичку, там, зелень порубленную и так далее. То есть он как бы начинает относиться к своему телу, как скафандр, в котором он живет, и за которым надо ухаживать. Но уход, это не изнеживать его, да, и кайфовать. А уход, это наоборот его закалять и делать его, ставить его в сложные условия, при которых там он его выгоняет на улицу бегать, и он там 40 километров заставляет тело бежать. Я читал Кахаруки Мураками, он описывал свои, он талантливый же писатель, и он описывал свои впечатления от 100 километрового пробега. Когда он бежит 100 километров, и у него же на 50-м отказывают ноги, отказывается тело бежать. И он вот этот вот описывает свой внутренний диалог между собой и своим телом на протяжении 50 километров, от 50-го до 100-го километра, что с ним происходило. Это дико интересно, и он к своему телу именно так и относится, как к скафандру, он говорит там мышцам своим, что вы ленивые животные, вы будете делать то, что я вам скажу. Он реально очень интересно относится к своему телу. И Харуки Мураками, ему сейчас около 60 лет, он каждый год пробегает по марафону, он в прекрасной физической форме, ну и так далее. То есть он свое тело держит в таком состоянии, что оно может пробежать 100 километров. А обычный человек, если он пробежит 10 километров, он упадет и все, и двигаться не сможет. Но Харуки Мураками тоже был таким, он свое тело натренировал. Теперь объясняет нам царь Соломон, как холодная вода для уставшей души. То есть в любом случае, когда тело устает, то ты ему даешь питатель, ну какое-то питание. То есть нужно знать, просто разбираться, как это работает. Потому что если ты садишься за руль автомобиля, и ты не знаешь, какой в него бензин заливать, и ты начинаешь, подъезжаешь на дизельном автомобиле к заправке, и говоришь, дайте мне самый дорогой бензин, хочу побаловать свою машину. И ты заливаешь в нее бензин, ну с высокооктановым числом, она ломается после этого. Так же человек, который говорит, я хочу побаловать свое тело, дайте мне, пожалуйста, торт, водку, и на десерт, значит, коктейль Маргарита, пять. Хочу побаловать свое тело, да. И вот он после этого очнулся в больнице, да, и говорит, что ж такое, вроде было все так вкусно, а что ж такое со мной творится. Так он говорит, как телу нужно, усталому телу холодная вода, то есть нужно давать то питание, которое оно ему дает реальную пользу, реальный отдых. Так же для души человека очень важны хорошие новости. Важны хорошие новости, важно вот это позитивное мышление, которое реально оживляет. Я сейчас, как бы вот мы сейчас будем проводить тренинг, и мы 10% от тренинга переводим в фонд от всех денег. Переводим в фонд, называется «Помоги реализовать мечту». Там это один плюс один канал. Они сделали такой фонд, что дети, которые больны онкозаболеваниями, и они уже доживают свою жизнь в этих больницах. Уже от них, ну как бы все, ну невозможно вылечить их. И они решили этим детям, чтобы они перед смертью реализовали свои какие-то мечты. И они начали узнать у детей их мечты. И потом они ищут деньги, собирают деньги и реализовывают мечты. Да, там один мальчик хотел с Рональдо встретиться, они ему сделали встречу с Рональдо, в Париж съездить, там полетать на самолете. Так что интересно, что были случаи, когда после одной реализованной мечты у ребенка возвращалось желание жить, и такое прям вера в чудо, и они выздоравливали. То есть вот такие вот реализованные мечты, они помогают человеку, хорошая новость, хорошее настроение. Оно меняет биохимию тела, оно меняет полностью. То есть если исходить из предпосылки, что все, что с человеком происходит, это следствие его мышления, а это абсолютно верная предпосылка, потому что человек вначале о чем-то мечтает, потом принимает решение, а потом действует. И получается, что вся жизнь человека, это следствие его системы мышления. Так вот, это может быть не такая сразу зависимость, да, хотя тоже есть сразу, подумал, сделал. То есть сразу человек зависит от своего мышления. Но глобально мысль формируется, здоровье формируется, тело формируется. У человека есть какая-то внутри модель мира и модель себя. И вот эта модель мира и модель себя, она реализовывается в какие-то жизненные результаты. Так теперь, как для тела важно, очень важно вот это хорошее правильное питание. Уставшему телу нужна холодная вода. Также душе человека нужны хорошие новости. Хорошие новости. У меня для вас хорошая новость. То, что вы, сейчас мы посидели, поучили Тору. Это с Божьей помощью сейчас идет прям с неба свет, благословение. И тот, кто в это верит, тот получает его больше. Тот, кто в это не верит, получает его меньше. Тот, кто вообще не был на уроке Тора, он вообще его не получает. Все. Я вам желаю, чтобы Бог вам давал всегда много всего хорошего. Чтобы если что-то происходит не так, как вы ожидали, вы понимали, что это еще лучше для вас. Потому что Бог знает же, что каждому из нас давать для развития, для долгосрочной перспективы. Чтобы мы верили, была стопроцентная вера, что Бог хочет только добра и дает только лучшее. И чтобы мы в момент, когда что-то идет не так, вместо того, чтобы начать уничтожать себя и свое будущее, говоря, что вау, какой неудачник, Бог меня не любит и так далее. Мы вместо этого говорили Богу спасибо и старались понять, что надо исправить, чтобы на следующем шаге все-таки было так, как нам хочется. А это очень просто на самом деле делать, потому что есть очень простой закон. Закон очень простой. Делай волю Бога как свою, чтобы он выполнил твою волю как его. То есть ты, Бог сказал, что он от нас хочет. Прямо открываем Тору и начинаем читать. Он сказал, каким человек должен быть, что он должен делать, что такое добро, что такое зло. Но делай то, что Бог сказал делать, и у тебя будет все великолепно. Все, удачи, успехов, всего самого хорошего всем. Сделайте свои выводы из этого урока, пожалуйста, потому что очень важно. Тот, кто учит, тот, кто, как написано в Пертьевод, тот, кто учит, чтобы обучать, тому с неба помогают и учить, и обучать. Тот, кто учит для того, чтобы делать потом что-то, тому с неба помогают учить, обучать, запомнить и сделать. Поэтому сделайте, пожалуйста, выводы, запланируйте что-то сделать и сделайте это. Все, удачи, успехов, всем пока. Так.